По данным гидрологов, сейчас запасы воды в снежном покрове в бассейне Чебоксарского водохранилища превышают норму на 20%. Специалисты ожидают бурный паводок. На Чебоксарской ГЭС создана паводковая комиссия, которая ежедневно проверяет готовность станции к прохождению половодья. О том, в каком режиме работает ГЭС сейчас, в нашем репортаже. Раз в 20 лет именно такой прогноз дают специалисты на предстоящий паводок. Снега в этом году много, но ГЭС готова к большой воде. Павел Машенцев будет встречать половодья в должности начальника смены станции впервые. Рассказывает, что не волнуется. Работа идет в штатном режиме. Холостых сбросов воды сейчас нет. Контролировать режим пропуск водных ресурсов в соответствии с правилами Федерального агентства водных ресурсов. То есть поддерживать верхний объев Чебоксарской ГЭС в установленных пределах. На данный момент установлено 60,3330 – это верхний предел, и 62,50 – это нижний предел уровня воды. На мониторе видно, что сейчас уровень верхнего объева колеблется в отметке 62 метра 80 сантиметров, нижнего – 53,27. Этот объем воды способны пропускать работающие гидроагрегаты. Два из 18 сейчас на реконструкции. Но даже в режиме быстрого таяния снега станция справится с задачей, уверен директор Чебоксарской ГЭС Вадим Бурдюков. Но поскольку гидросооружения работают в непроектном режиме, есть опасность подтопления левобережья. Поскольку регулировку стока по Волскокамскому каскаду проводит бассейновое управление, то они по своим расчетам ожидают отметку в районе гидроузла максимальную на водохранилище 64,43. Это для того, чтобы уменьшить расход через гидроузел и уменьшить подтопление в первую очередь юржумки, как шайска. Потому что гидроузел может всю воду пропустить, это без великих проблем. Но тогда там возникнут проблемы. Вот я так понимаю, они из двух зол выбирают меньшее, чтобы подтопить немножко со стороны верхнего объева, там проблем будет меньше. Еще в начале января бассейновое управление приняло решение о предпаводковом регулировании уровня воды. Вышестоящие ГЭС сбрасывают в 2-2,5 раза воды больше. Именно этим и вызвано раннее вскрытие Волги в этом районе. Как говорят гидроэнергетики, лед в районе Нижнего объева Чебоксарской ГЭС в этом году вскрылся довольно рано. И вот такие вот промоины есть вплоть до морпосада. И здесь, конечно, в первую очередь встают вопросы безопасности. Рыбачить просто нельзя. И тем более нежелательно проводить в районе Чебоксарской ГЭС различные мероприятия. Татьяна Молокова, Сергей Адушкин, Республика.